Вот, наш первый вебинар закончился. Если есть вопросы, задавайте. Сейчас мы начнем наш второй вебинар, который называется «Интерактивные геосервисы. Как использовать географический контекст в обучении». Собственно, наши два вебинара связаны как раз с вот этой вот географической частью. И там, и там используется в качестве подложки карта. Вот, хочу напомнить, что по каждому из отдельных, из этих двух вебинаров вы можете приобрести свой сертификат. И на первый вебинар сертификаты уже созданы. На второй они будут созданы в конце нашего вот этого вебинара, который только что начался. Ну что ж, а мы начинаем наш второй вебинар, который называется «Интерактивные геосервисы». В чем же отличие геосервисов от других интерактивных сервисов? Основное отличие в том, что карта для них является основным информационным слоем. Если в предыдущих случаях карта использовалась, но она использовалась как бы как подложка, то в данном случае карта – это основной информационный слой. А уже на эту карту наносятся какие-то данные в каком-то виде, и эта карта становится интерактивной на основе тех свойств, которые вы ей присвоили. Ну и вот желательным элементом является то, что в визуальной геоинформационного сервиса является такое свойство, что визуальные свойства объектов зависят от их свойств. То есть вы можете изначально таким образом настроить отображение, что даже без интерактивности просто один взгляд на карту позволяет определить, свойства объектов. Ну, например, вы смотрите на карту, и точками обозначены, ну не знаю, например, плотность населения или максимальные температуры в этой точке, максимальные и минимальные температуры, или там, не знаю, степень зараженности участка каким-то нехорошим элементом. Вот. И уже сам вид этой точки, он вам рассказывает о том, сколько там чего. Например, либо размер кружочка или квадратик или еще чего-то показывает связь с этим параметром, либо цвет, например, от темно-красного до светло-синего показывает, каков это параметр и так далее. Вот. Таким образом, даже не прибегая к интерактивности, вы уже понимаете, что к чему и где, как этот параметр обозначен. Мы изучим сегодня простейший геосервис, который называется Geocode by AwesomeTable. Geocode. Этот сервис является таким достаточно странным. Это не просто интерактивный сервис, а сервис, который является приложением к браузеру, дополнением к браузеру Chrome. Вот. Его вы можете скачать вот здесь вот, по этой ссылке. Да, разумеется, презентация доступна для скачки, поэтому все эти ссылки будут доступны после того, как вы скачаете презентацию. Вот. Устанавливаете это приложение к Chrome. Самое интересное, что потом вы не обязаны работать в Chrome, хотя, конечно, в Chrome лучше работать. После того, как вы установите это приложение, да, вот есть подробный материал. Еще можете изучить на этой странице, где сведены в единый материал то, что я сегодня вам буду рассказывать. После того, как вы установили, то у вас появилась новая строка в ваших Google табличках. Ну, снова хотел бы отметить, что вам понадобится для того, чтобы использовать этот сервис, вам понадобится Google аккаунт. Если вы находитесь в своем Google аккаунте, вы можете создавать Google таблички или Google Sheets. Вот. И в ваших табличках теперь появилась вот такая строка. В пункте меню «Дополнение» появилась строка «Geocode by Awesome Table». И в ней, соответственно, появилась кнопочка «Start Geocoding». Вот на нее мы и нажимаем, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. Справа у нас возникает вот такой элементик, то есть появляется поле такое, которое отъедается от таблицы. И в нем пока ничего нет, можете просто нажать на кнопку единственную, которая называется «Fill with Sample Data». Это означает, давайте мы сейчас эту табличку заполним шаблонными данными. Для первого раза это то, что надо, потому что без шаблона нам не понять, как это все работает. Нажимаем на эту кнопочку и попадаем в табличку. Вот такая табличка, небольшая, она состоит из 19 пунктов. Табличка посвящена небоскребам. Так, сейчас посмотрю, что у меня на следующем. Так, сейчас вернемся. И состоит из нескольких столбцов. Первый столбец – это название небоскреба. Второй столбец – это его адрес, неточный адрес. Здесь приводится страна и город. Дальше высота этого небоскреба, чтобы их как-то ранжировать. Следующий столбец – это вид этого небоскреба, собственно, небоскреб, телевизионная башня или что-то другое. Ну и здесь какое-то текстовое описание. Что теперь можно с этим делать? Мы можем нажать на вот эту кнопочку, которая называется «Геокод», чтобы продолжить работу с этими данными. Нажимаем на эту кнопочку «Геокод». Да, обращаю ваше внимание, что к этому моменту мы пока не знаем, где находятся эти небоскребы. Но у нас есть только словесные описания, но нет их координат. Нажимаем на кнопочку «Геокод» и вот происходит такой волшебный процесс. Собственно, по неким поисковым запросам этот сервис узнает координаты данных объектов. Если эти объекты достаточно известны, ну, точнее, не объекты, а адрес. В поле адреса стоит, напоминаю, страна и город. Если эта страна и этот город, ну, достаточно большие, ну, страна-то всегда узнается, а вот город может быть совсем крочным, тем не менее, производится опрос и сервис сам узнает вот эти координаты. Для большинства объектов, которые вы можете представить, которые представляют хоть какой-то интерес, эти координаты находятся самостоятельно. Если вы какой-то объект ставите сюда, который не найдется, то здесь будет просто пусто. И в этом случае вы можете самостоятельно найти это на карте и прописать координаты уже руками. Ну, для большинства объектов, как я уже говорил, это находится автоматически. И, собственно, в этом и заключена такая вот волшебная сила геокода. После этого мы нажимаем на кнопку «Create Map», то есть «Создать карту». И в этот момент карта пока еще не создается, а создается вот такая вот дополнительная строка, строка фильтров, которая нам говорит, а что же делать с этими столбцами на нашей карте, как их использовать. Использовать ли эти столбцы в качестве фильтра на карте. То есть можно ли будет фильтровать информацию в соответствии с этими столбцами. И для этих фильтров автоматически устанавливаются эти фильтры. Если вы не знаете, как их устанавливать, как правило, это происходит достаточно разумно. Но, чтобы вы знали, есть вот такие виды фильтров. Стринг-фильтр – это фильтр строк. В этом случае на карте обозначается окошко ввода. И вы можете, вводя первые буквы, уже начинает производиться фильтрация. Ну, например, если в этой строке страны, то набирая по-английски Russia, первая буква R, потом U, и уже начинает фильтроваться весь материал, который есть. И остаются только те объекты, которые принадлежат странам, которые начинаются на R, U. Например, там, Россия и Руанда. Ну, а дальше, набирая буквы, вы, соответственно, уточняете ваш фильтр. Например, MapTools – это подсказка, которая появляется над маркером при нажатии мышкой. То есть, когда вы мышкой нажимаете на ваш объект, то всплывает информация вот из этого столбца. Дальше, вот это, собственно, координаты, которые отмечаются на карте, и поэтому дополнительно давать их в численном виде практически никогда не надо. Поэтому они используются только в качестве координат на карте. Ну, и если вы ничего не ставите, никакой код, то в случае, если ваш параметр численный, это ведет к появлению двух движков, при помощи которых вы можете ограничивать диапазон этого числового параметра. И, соответственно, из всего диапазона, например, от 0 до 1000, выбираете только те объекты, которые отвечают вашему запросу. Например, от 500 до 600. Чего-то там. Ну, и, наконец, у нас появляется кнопка Open Map. Прежде чем нажать на эту кнопку, давайте посмотрим наш первый ролик. Первый ролик показывает как раз, как выглядит конечный результат. Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Калинников. А это новый ролик для рубрики «Практикум автора учебного контента». Сегодня мы с вами рассмотрим дополнение для Google Таблиц, который называется «Geocode Awesome Table». Это дополнение позволяет строить интерактивные карты при помощи простого аппарата, основанного на Google Таблицах. Карта имеет примерно вот такой вот вид. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. В данном случае на карте представлены 48 точек. Это крупнейшие города мира. И по ним есть дополнительная информация. Давайте чуть-чуть промотаем карту вниз. Вот есть вот такие вот фильтры и управляющие элементы. А ниже находится, собственно, таблица значений. Вот эта таблица. Для каждого города приведены три параметра. Его население, максимальная среднемесячная температура и минимальная среднемесячная температура. А теперь давайте посмотрим, как карта реагирует на управляющие элементы. Давайте попробуем изменить население. Вот с увеличением населения мы видим, что пропадает все больше городов. А вот они снова появляются по мере того, как движок я возвращаю в исходное положение. То же самое и с температурой. Давайте, например, минимальную температуру начнем снижать. Мы видим, что все больше городов, особенно в районе экватора, пропадают. И вот в конце концов остается не так много городов. Вот такая вот интерактивность. Каждый маркер можно выбрать. Можно, как всегда, увеличивать и уменьшать карту. Группы маркеров изображены другим цветом. Вот синим, если их несколько, но не очень много. И желтым, если их достаточно много. Вот давайте нажмем, например, на Россию. И увидим, что здесь отмечены Москва и Санкт-Петербург. Ну и вот в районе Китая нажмем на большую агломерацию. Вот увидим, какое большое количество здесь городов. Вот так ведут примерно себя эти карты. Да, еще можно использовать фильтр. Фильтр страны. Здесь я начну вводить слово Россия. Вот, ну и мы видим, что сразу высветились российские города. Вот они. Можно выбрать другую какую-нибудь страну, например, Мексика. Ну и сразу попадаем в Мехико. Вот так ведут себя эти карты. Очень интересные интерактивные карты. Другой пример такой карты мы сейчас создадим при помощи таблиц. И посмотрим, как это делается. Итак, для того, чтобы понять, как создать такую карту, перейдем на мой диск в Google Drive. И создадим новую таблицу. Итак, для того, чтобы понять, как создать такую карту, перейдем на мой диск в Google Drive. И создадим новую таблицу. Я нажимаю на кнопку «Создать» и «Google таблицы». Прежде чем начать работу с таблицами, установим дополнение. Дополнение называется «Geocode by Awesome Table». Дополнение предназначено для Google Chrome и работает в Google таблицах. Все остальные действия лучше производить в браузере Chrome. У меня дополнение уже установлено, поэтому вот здесь мы на кнопочке видим слово «Установлено». У вас будет написано слово «Бесплатно». После того, как вы нажмете на кнопку, произойдет установка дополнения на ваш компьютер, в ваш браузер. А теперь снова перейдем в новую таблицу. И мы видим, что в меню «Дополнение» появилась строка «Geocode by Awesome Table». И здесь мы можем запустить дополнение «Start Geocoding». Через некоторое время появляется справа поле. Пока наша таблица не заполнена, поэтому строить карты мы не можем. Мы должны сначала заполнить таблицу. Для простоты дополнение предлагает заполнить таблицу какими-то шаблонными данными. Давайте это сделаем. Нажмем на кнопку «Fill with Sample Data». И мы видим, что таблица заполнилась какими-то данными. Приглядевшись внимательно, мы можем заметить, что это данные о самых высочайших башнях и небоскребах. Вот они располагаются в такой таблице. Первый столбец таблицы – это название небоскреба. Во втором столбце – адрес. Третий столбец – численный. В нем высота данного строения. В следующем столбце написано, что это небоскреб или башня. Ну и в последнем – описание, что находится в этом здании или в этой башне. Мы пока не можем строить карту, потому что у нас нет информации о географических координатах. Но у нас есть столбец «Б», в котором располагаются адреса. И теперь дополнение «Геокод» постарается для каждого из этих адресов найти свои географические координаты. Для того, чтобы определить поле адреса, надо при помощи вот этого элемента интерфейса выбрать столбец, который будет считаться адресом. Ну, в данном случае все уже заполнено, и нам остается только нажать на кнопку «Геокод». Мы видим, что образовались два новых столбца – широта и долгота, и они постепенно заполняются данными. Таким образом, дополнение, обратившись к поисковому сервису, заполнило все значения конкретными данными. Прежде чем создать карту, давайте попробуем дополнить карту каким-то своим примером. И давайте сразу создадим достаточно сложный пример. Во-первых, я запишу пример на русском языке, а во-вторых, постараюсь в поле адреса указать не просто город, а более точно сам объект, и посмотрим, найдется ли этот объект на карте. Здесь я пишу «Башня Федерация», а здесь напишу более точно «Башня Федерация Москва». Я пока не знаю ее координат, хотя мог бы, наверное, вручную заполнить эти поля. Здесь я напишу «Высоту башни» – 373 метра. Здесь я напишу, что это небоскреб. Ну и здесь напишу «Офисный центр». Хотя, может быть, это упрощенно. А теперь давайте посмотрим, найдется ли этот объект. Еще раз нажимаю на кнопку «Геокод». И вот нашлись какие-то координаты. И мы сейчас посмотрим, создавая карту, правильно ли они нашлись. Давайте теперь нажмем на большую красную кнопку «Create Map». Мы видим, что в процессе создания карты появилась строка «2» в заголовках, которая описывает те фильтры, которые будут созданы на карте. При необходимости эти фильтры можно руками поменять. Пока строятся карты, мы можем познакомиться со значением этих фильтров. Тут есть особые кодовые слова, которые можно использовать. Если в строке фильтра стоит «String Filter», это «Filter Stroke». И на карте он обозначается окошком ввода, при помощи которого можно фильтровать параметры. Если «Maps Tooltip», «Hidden», это подсказка, которая подъявляется над маркером при нажатии на него мышкой. Широта и долгота обозначаются параметрами «MapsLight» и «MapsLong». И имеют также подзначения «Hidden» и «NoFilter». Это означает, что данные столбцы используются как широта и долгота. Такие столбцы можно воспроизводить не только автоматически, но заполнять также и вручную. Важно, чтобы во второй строке были вот эти значения фильтров. Ну и когда в строке фильтров ничего нет, код отсутствует, то это означает, что появится фильтр в виде двух движков непрерывных, по которому можно будет фильтровать маркеры на карте. Вернемся к нашему примеру. К сожалению, иногда после запуска процесса создания карты процесс подвисает. В этом случае надо просто перезапустить окно, нажав на F5 и снова запустить дополнение «Geocode». Все уже созданное содержимое таблицы сохраняется. Мы видим, что справа появились две новые кнопки, которые называются «Customize Tooltip» и «Open Map». Нам нужна правая кнопка «Open Map». Посмотрим, какая карта создалась. Давайте вернемся к нашей презентации и посмотрим, что дальше происходит. При нажатии на кнопку «Open Map» немножко будет повторение материала. Возникает вот такая вот карта, о которой мы только что поговорили, а о ее свойствах. Ну, вкратце повторюсь, что, во-первых, можно настроить здесь либо отображение карты, либо отображение спутника. Вот они, точки наши. В случае, если точек много находятся в одном месте, и они бы могли нагромоздиться друг на друга, появляются вот такие сначала синенькие, а потом, если их еще больше, то желтенькие кнопочки, которые предлагают им нажать на себя. Если вы на них нажимаете, то карта приближается и становятся видны отдельные уже точки. Поле фильтров, где можно что-то набирать или как-то двигать движки. В данном случае, вот движок по высоте наших небоскребов от 449 метров до 829,8 метра. Вот, ну и, собственно, сама таблица, она тоже сюда перескакивает, и она тоже интерактивна. То есть, когда вы, например, нажимаете на какой-то из этих строк, то у вас появляется крупная карта с изображением данного объекта. Можно также производить некоторые настройки. Самое главное в этих настройках то, что вы можете... Появляется вот такой вот с краю карт, вот такой набор кнопок. Самая главная для нас кнопка – это кнопка шея, вот эта вот кнопка, нажав на которую, мы получаем, опять-таки, две наших ссылки. Первая из них – вот эта вот ссылка. Это ссылка, чтобы взять карту в отдельном окне. И вторая, вторая ссылка вот по вот этому, по вот этой вкладке Embed. Так, где-то тут, вот по вкладке Embed можно взять iFrame код, который вы вставляете в свой контент. С тем, чтобы карта была встроена прямо в контент. Вот. Ну и еще я хотел бы рассказать об одной тонкости. После того, как ваша карта будет создана, пожалуйста, расшарьте ее, сделайте ее доступной по ссылке. Иначе ваша карта тоже будет видна только внутри вашего Google аккаунта. А вот если вы расшарите вашу карту, то и вашу таблицу, то и карта станет доступной всем по ссылке на эту карту. Вот так это делается. Включить доступ по ссылке для таблицы. И после этого карта становится доступной. Есть еще определенные настройки, но давайте я не буду вас загружать этим материалом, потому что он уже такой достаточно специфический. Настройки внешнего вида карты, форматирования и прочее. Ну и вот самое главное, то что мы, разумеется, нам неинтересно использовать тот шаблон, нам интересно как-то его дополнять своими собственными строками. Самое первое, что приходит в голову, это вот тот эксперимент, который я провел. Добавил сюда элемент Башня Федерация, реальный объект, реальный небоскреб, который есть в Москве, хотя он и не такой высокий. Просто написал по-русски Башня Федерация, написал Башня Федерация, запятая Москва, не указывая даже страну, и попытался, нажал на кнопку Геокод и попытался воспользоваться услугами Геокода. И Геокод действительно нашел координаты, причем координаты не просто в центре Москвы поставил, а точно на Башню Федерацию, с тем, чтобы она на карте, эта точка отображалась точно в том самом месте. И вот теперь, снова переопубликовав, я увидел, что там, где Москва появилась вместо красного маркера, появился синий маркер со значком 2. Это значит, что два объекта. Один объект у нас уже существовал, это был объект Останкинская башня, а второй объект, добавили мы руками, это башня Федерация. И при его открытии мы видим, что вот она, башня Федерация, смотрите, прямо в нее попала, в это здание, все абсолютно точно определилось. Разумеется, пример с башнями не исчерпывает всего, что можно. Вот, если говорить о том, что нам интересно, мы могли бы говорить о, например, возможностях, ну, например, показать музеи России и нормировать их, наверное, по составу, по количеству их фонда хранения, либо крупнейшие библиотеки России с какими-то параметрами, число посетителей в год, или тоже объем фонда хранения. Вот, и получить такую карту по тем объектам, которые конкретно вам интересны. Вот, ну и давайте посмотрим последний ролик, который показывает настройки нашего биокода. ой, прошу прощения, не тот ролик запустил. Минутку. Вот этот вот ролик. высветилась карта, которая содержит все примеры наших небоскребов. Ну, вот здесь, так же, как и в описании примера, есть места, которые достаточно близко расположены друг от друга. И давайте сразу посмотрим, как определилась наша башня Федерации в Москве. Открываем и видим в Москве две точки. Первая из них где-то в центре Москвы. Это Останкинская башня. Но так как ее положение не было указано точно, а было просто написано слово Москва-Россия, то и точка эта стоит где-то просто в центре Москвы. А вот вторую точку, которую мы указали более точно. Давайте посмотрим. Вот видите, она определилась достаточно точно, попала точно в то здание, в которое надо. И вот этот маркер указывает точно на башню Федерацию, то есть координаты определились верно. Давайте снова вернемся к карте другого масштаба. Отодвинем карту. Покажем ее во всей полноте. Мы видим, что мы можем фильтровать по имени, по адресу, ну и по высоте. Давайте попробуем уменьшать высоту. И мы видим, что количество сокращается. А теперь увеличивается снова количество маркеров. Ну и снизу мы видим таблицу. Вот это та карта, которую видит пользователь, но мы, как создатели карты, имеем еще дополнительные возможности по ее настройке. Нажмем вот на этот карандашик. И откроется ряд кнопок и панель управления. В панели управления есть четыре строки. Data Source. Здесь можем снова перейти на нашу таблицу, нажав на вот эту кнопку. Можем изменить лист, но в данном случае у нас таблица состоит из одного единственного листа. Мы также можем поменять диапазон таблицы, из которой берем данные. Вот здесь. Можем сократить, например, на один столбец или как-то иным образом изменить. Есть строка View Configuration, в которой мы можем установить размеры карты. Такой параметр, например, как Что показывать. В данном случае стоит карта и таблица. Возможно высвечивание только карты, только таблицы. И есть некоторые другие настройки. Есть также настройка форматирования и другие настройки. Ну, например, такие настройки, как позволить вашим пользователям скачивать ваши данные в виде CSV таблицы. Не будем трогать эти настройки. Все они сделаны достаточно разумно. Ну, и еще одна важная кнопка, которая нам сейчас пригодится. Это кнопка Sharing Setting. При помощи этой кнопки мы можем взять ссылку на нашу карту. Вот она. Этой ссылкой мы можем поделиться с нашими пользователями. При высвечивании этой ссылки, давайте ее откроем в новом окне, появляется вот эта же самая карта. Ну, так как мы сейчас находимся внутри моего аккаунта, все еще доступным является вот эта вот регулировка редактирования. У обычного пользователя, который не имеет доступа в наш аккаунт, этой кнопки не будет. Ну, и вторая важная вкладка, при помощи которой мы можем получить код вставки, называется Embed. И при помощи нее мы можем забрать код вставки, iFrame. При необходимости можем взять и код в виде JavaScript. Ну, и возьмем этот код iFrame и посмотрим, как он выглядит уже во вставленном состоянии. Я заранее вставил в свой курс карту, правда не эту карту, а другую предыдущую, которую мы рассматривали, с 48 городами. И вот вы видите, что она находится в странице, в моей странице тильды. Вот так выглядит вставленная карта. Ну что ж, мы с вами познакомились с дополнением GeoCode. Google таблицам научились при помощи него создавать карты. Теперь для того, чтобы продолжить нашу работу, надо создать карту по типу вот этого образца и использовать приложение GeoCode для своей работы. Карту можно создавать и самостоятельно, прямо руками. Приложение GeoCode можно использовать и в этом случае. В частности, если вы широту и долготу заполняете при помощи своих каких-то данных, например, при помощи другой таблицы или вручную. И если вы вот эти фильтры создаете тоже вручную, это тоже можно, исходя из той структуры данных, которая вам необходима. Также вы можете просто преобразовать данную таблицу. Например, вместо небоскребов использовать музеи, а вместо высоты использовать количество экспонатов в фонде музея. Ну вот и все, что нам надо знать об этом дополнении. Стройте свои карты и получайте удовольствие от работы. Встретимся в новых учебных роликах. Да, мы рассмотрели с вами один из геосервисов, который называется GeoCode by Awesome Table. Есть и другие, но, к сожалению, как правило, они более сложные. Есть, например, такой сервис, который называется Carto. Ну, для того, чтобы о нем рассказать, нужно полномасштабные полтора часа. Вот поэтому сегодня я просто назову, что он такой существует. Кроме того, он в основном, в отличие от GeoCode, который является бесплатным сервисом, GeoCode является платным. У него, правда, есть бесплатный тариф, но он... Он, кстати, неплох, но все-таки он составляет, наверное, процентов 10 от полной функциональности этого сервиса. Вот, я надеюсь, что вам понравится использование геосервисов. Это такой достаточно интересный сервис, который... Ну, вообще, привязка к географическим координатам – это очень важная вещь, и на ее основе можно делать очень красивую и информативную инфографику, географическую. Вот, поэтому призываю вас всех это все использовать. Давайте сейчас я создам сертификаты для тех, кто посетил второй наш вебинар. Для этого мне потребуются примерно полторы минуты, может быть, даже меньше. А вы пока можете формулировать свои вопросы, если они у вас есть. Вот так, перехожу к сервису. Одну минутку осталось уже совсем немного. Открываю. Загружаю файл. Накачиваю информацию. Открываю. Открываю. Отправляю на почту. Вот, ну и мне осталось снова разместить вот эту информацию о том, что вы можете загрузить свои сертификаты. Спасибо тем, кому понравилось. Вы, правда, молчали и не задавали вопросы, но это всегда происходит с чисто учебными вебинарами, потому что тут надо смотреть и повторять. Смотреть и повторять можно будет вслед за записью вебинара, либо найдите вот эти ролики на моем канале о других геосервисах. Ну, я пока это не планировал, можно подумать в следующем сезоне, рассказать о карту. Вообще-то я обычно об этом рассказываю на своих курсах, но у меня создалось впечатление, что люди, ну то что не очень хотят это знать, но для них это немножко сложновато. Понятно. Хотя вроде бы здесь ничего сложного нет, но вообще сам момент, связанный с тем, что надо задавать какие-то координаты, он является вот таким вот немножко сложным в представлении пользователей. Между тем, вот этот, по крайней мере, этот сервис, он ничем не сложнее других сервисов, о которых я рассказал. Вот вы видите, что тут геокод сам определяет координаты и так далее. Ну, немножко надо разобраться, конечно, с этими фильтрами. Если вы не хотите, чтобы они работали по умолчанию, а работали как вы хотите, то там немножко придется, может быть, попотеть. Во всем остальном, в общем, очень приличный сервис, особенно когда там отмечается, конечно, не там 19 точек, а, например, 150, то это уже становится таким полномасштабным информацией, которая серьезная и профессиональна. Ну, вот, мне кажется, что это просто потому, что люди не привыкли работать с координатами широтой и долготой. Не знают, откуда их взять и как их точно применить. Вот, а так в остальном-то все, в остальном-то не очень сложно. Вот, немножко сложнее в карте, но там и возможностей гораздо больше. Там вот все это видно гораздо лучше и большее количество красивых разных виджетов можно сделать, которые являются фильтрами одновременно. В общем, да, да, это немножко рутинно, но как всякая работа с картой, это, конечно, рутинно, потому что, прежде всего, у вас должны быть данные. А чтобы получить данные, например, по 200 точкам, это и будет самая рутинная информация, сбор этих данных. Ну, и нужен, конечно, нужно, чтобы кто-то нуждался в этой информации. Не просто для красоты сделать, а когда вы это делаете для какого-то проекта, где это действительно надо. Это может быть СМИ, это может быть учебный проект по этим. То есть, это не просто эстетика, это реально объект, который включает в себя отображение данных на карте. Это серьезно. Да, 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 для студентов, я думаю, это будет интересно. Важно только их заинтересовать и подать им мысль, какие именно точки им интересны и что там. Точки ведь могут быть не обязательно по всему миру. Это могут быть какие-то точки в районе. Например, студентам может оказаться интересным описать, где существуют их интересные точки, где они проводят время или еще как-то. Масса разных применений. В пределах одного района это все можно описать. Да, ну, в общем-то, да. Инструмент надо подбрасывать студентам для того, чтобы у них начали появляться идеи. Потому что идеи не станут появляться на пустом месте. Если никто не знает, как это сделать, то, скорее всего, и саму идею они задушат в самом ее истоке. А вот если им сказать, что вот смотрите, есть такой инструмент, у вас займет пару часов, чтобы его освоить, а дальше вот свои идеи выдвигайте и с ними пытайтесь что-то сделать и публикуйте результат. Вот это им понравится. Собственно, мои вебинары потому и посвящены инструментам, чтобы позволить вам реализовать собственные идеи. Какие именно это идеи, я не могу сказать, потому что есть инструмент молоток, а куда забить гвоздь. Это уже работа того человека, который этот инструмент приобрел и научился им пользоваться. Нет, конечно, не только географов. В том-то и дело, что геоинформационные сервисы – это инструмент не географов, а как раз географическое подспорье для любых других областей, где важно это знать. Ну, зоны заражения там радиацией или зоны заражения какими-то неприятными бактериями – разве это географов? Просто это географическая привязка есть. Или расположение рудников или еще чего-то. Это все не география, это все с другим связано. С историей, конечно, сервис, туризм. Я думаю, что не только гуманитарные какие-то направления, но и чисто технические могут быть здесь представлены. Все, что можно как-то привязать к, ну, например, места падения метеоритов и размер этих метеоритов. Все, много интересных. Вот вам привязка к астрономии. Ну что ж, коллеги, я думаю, что мы с вами хорошо провели эти почти два часа. Я обещаю, что запись этого вебинара появится в ближайшее время. Наверное, все-таки я дождусь конца пятницы, когда Татьяна проведет свой последний вебинар. И тогда уже мы окончательно опубликуем все наши записи вебинаров, которые прошли на этой неделе. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас. Ну, наверное, окончательно прощаться буду с вами завтра. Но как спикер прощаюсь уже сегодня. Мы завершаем наш сезон завтрашним вебинаром. Мы провели почти 200 вебинаров в рамках Директ Академии. А если еще иметь в виду, что мы проводили отдельные вебинары для отдельных вузов, то, наверное, за 200 это будет. Вот это была гигантская работа. И нам было очень интересно делать эту работу для вас. Всего доброго. Встретимся завтра. Ну, а кого не будет завтра, встретимся в новом сезоне, начиная с сентября в месяце. Всего доброго. Продолжение следует...